26 марта 10 участников завершили в Усть-Камчатске традиционную камчатскую гонку на собачьих упряжках Беринге 2019, преодолев последние 45 километров. Первой переступила финишную прямую упряжка Михаила Шелковина из Карелии. Спустя считанные минуты завершил последний этап гонки москвич Вячеслав Демченко. Следом за ним финишировали наши камчатские каюры Андрей Семашкин, Алексей Суздалов и пятым пришел Валентин Левковский. Немного отстав от первой пятерки, шестым пересек финишную черту Андрей Притчин. След за ним завершила гонку Анастасия Семашкина. Затем с небольшим отставанием финишировали Алиса Ищенко и Андрей Казаков. И последним в Усть-Камчатск пришел Герман Айнаджикин. Как признаются каюры, в этом году гонка стала труднейшей, прежде всего из-за погоды и ландшафта. За звание победителя Беринге 2019 изначально боролись 18 каюров, представляющих не только Камчатку, но и Москву, Республику Карелия, Хабаровский край и даже Швейцарию. Но трассу в 1350 километров одолели только 10 участников гонки. И последний этап Еловка Усть-Камчатск показался им одним из легких и красивейших. Последний этап, можно его даже уже не считать как этап, потому что все равно домой идем. Очень легко по сравнению с предыдущими этапами. Предыдущий был этап очень сложный, он был очень большой и такой ландшафт, такие рельефы, сопки, горы. Красиво, мне понравилась вот тундра перед Усть-Камчатском, когда идешь, вот единственная точка это вот каюр впереди черная, да, все остальное белое было. То есть очень, конечно, такое зрелище завораживающее. А на финише собрались сотни узкамчатцев и гостей райцентра, которые с нетерпением ждали и переживали за каждого героя любимой гонки. Для всех был организован большой праздник с выступлением талантливейших юных и взрослых артистов Усть-Камчатского района и приглашенных, в том числе известного ивенского ансамбля Нургенек из Анавгая. Пока гости ждали каюров и наслаждались творческими выступлениями, они смогли угоститься кашей, шашлыками и другими лакомствами. И, конечно, не забыли приобрести себе на память различные берингийские сувениры. Праздник замечательный, организаторы в этом году молодцы, концерт замечательный. Пусть еще не раз прибегут они через нашу Камчатку. Сегодня такой день, слезы пробивают, потому что такая гордость за наш край, за таких мужественных людей. Солнышко появилось, несмотря на то, что пурги были, метели. Люди такой путь проделали. Вечером все получили массу положительных эмоций на концерте прославленного государственного академического национального карякского ансамбля танца «Мэнго» имени Александра Гиля. Торжественное награждение каюров, победивших и участвовавших в Берингии-2019 состоялось на следующий день в Ускамчатском центре культуры и досуга. Открыл церемонию губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Она была очень тяжелая торгонка. Камчатская природа, опять-таки, традиционно преподносила разного рода сюрпризы. И пурги были, и дожди были, и морозы были, перемороженный снег был. И я сегодня не устану повторять, что я рад тому, что и каюры, и собачки все дошли. По итогам Берингии-2019 победителем стал Вячеслав Демченко. Глава региона вручил ему сертификат на 3 миллиона рублей. Второй – Михаил Шелковин, обладатель 2 миллионов. Бронзу и 1 миллион рублей завоевал Валентин Левковский. Андрей Семашкин – четвертый. Ему вручили 500 тысяч рублей. Анастасию Семашкину – пятое место и Алексея Суздалова – шестое. Наградили денежным призом в размере 200 тысяч. Андрей Притчин – седьмое место, Алиса Ищенко – восьмое, Андрей Казаков – девятое и Герман Айнайчген – десятое получили по 100 тысяч рублей. С приветственным словом выступил глава Ускамчатского района Василий Логинов, который вручил всем каюрам и их помощникам-сопровождающим памятные подарки. Особым призом – набором рыбака «От удочки до палатки» Василий Иванович наградил первого переступившего финишную черту в Ускамчатске каюра Михаила Шелковина. Сегодня эти прекрасные, мужественные люди, среди них прекрасные дамы, которые уже не первый год участвуют. Для нас, мужчин, жителей Камчатки, это большая честь и участвовать, и присутствовать, и тем более принимать для жителей Ускамчатска финиш. Победителю Вячеславу Демченко вручили запеченную красную рыбу. Эту традицию заложили в 2016 году на финише в селе Теличике Алюторского района. А в номинации «За верность традициям севера» победителем стал каюр из села Тымлат Алексей Суздалов. Он получил сертификат на сумму в 500 тысяч рублей. На втором месте в этой номинации легенда гонки самый титулованный каюр Беренгии Андрей Притчин. Он получил 300 тысяч. Третьим здесь стал Герман Айнаджген. Ему вручили сертификат на 200 тысяч рублей. Кроме того, Герман Николаевич в третий раз подряд приобрел титул «Джентльмен гонки» по единодушному признанию всех каюров. Титул «Королевы гонки» в этом году присудили двум участницам, дошедшим до финиша – Анастасии Семашкиной и Алисе Ищенко. Вожак упряжки победителя, трехгодовалый аляскинский хаски по кличке Флоки, тоже получил памятный подарок – ошейник. В следующем году, по словам хозяина, Флоки тоже возглавит остальных его трудяк. «Очень умный пес, мне очень нравится он, как работает. В этом году собака работает идеально. Просто право, лево, вперед. И в эти подъемы, вот меня вчера просто поразил, когда в эти подъемы затаскивали на арты. Я снизу и толкаю плечом, а они там дергают вверх, вытаскивают. То есть, ну, молодцы, собаки работают хорошо». Продолжилась торжественная церемония праздничным концертом с участием ансамблей «Мэнга Норгенек», творческих коллективов «Усть-Камчатска» и ансамбля русской песни из Брянска «Бабкины внуки». После завершения очередной самой протяженной в России гонки на собачьих упряжках губернатор Камчатского края Владимир Илюхин дал указание приступить к подготовке следующей – «Беренгии-2020». А четырехкратный чемпион традиционной камчатской гонки Андрей Притчин дал наставление будущим участникам. «Упорство заниматься и на полпути не сходить с дистанции. Самое основное, если сдался, значит, что уже». И мы хотим пожелать всем удачи в дальнейших гонках на собачьих упряжках. Ведь Беренгия – наша любимая стихия. Наталья Нарышкина, Николай Павленко, Станислав Дружинин, Усть-Камчатск. Специально для программы «Вести. Камчатка».